Третий съезд общественных антифашистских организаций Новороссии прошел в Донецке в конференц-зале «Шахтер Плаза». На съезд приехали гости из разных стран мира – России, Германии, Франции, Америки и Луганской Народной Республики. Я ехала с большой надеждой сюда, в Донецкую Народную Республику, сразу, можно сказать, из Луганской Народной Республики, где проходил похожий съезд. Больше 150 иностранных гостей со всей Европы, от Швеции до Турции, приехали поддержать и приветствовать Луганскую Народную Республику. Сегодня здесь я вижу примерно то же самое. Я знаю, что это уже не первый антифашистских съезд Новороссии, который собирается благодаря подвижническим усилиям представителей общественных организаций, ополчение, которое, собственно говоря, обеспечивает мир на этой земле. И первое, что бросается в глаза – это, конечно, люди. Потому что, если бы не усилие людей, которым эта земля дорога, конечно, ничего бы здесь не случилось. Это просто мой долг, потому что это кошмар. В Европе мы видим, что фашизм – это не только здесь, но это тоже во Франции, в Германии. И он растет каждый день. Во Франции недавно были выборы. Эти националисты, они получили 25% во Франции. 25%! Мы никогда не видели эти вещи, уже давно. На съезде одновременно работало три тематических координационных стола. Рассматривались темы – военные преступления украинской власти, исторический опыт борьбы с национал-фашизмом и будущее Новороссии. На последнем хотелось бы остановиться подробнее. Куратором этого круглого стола выступил доцент Донецкого национального университета Артем Ольхин. А одним из докладчиков – лидер общественного политического движения Новороссия Павел Губарев. В частности, он сказал… Здравствуйте, уважаемые друзья! Мой доклад называется «Идеология победы. Это будущее Новороссии». Почему мы сегодня должны говорить о победе? Некоторые люди, некоторые СМИ в социальных сетях очень широко начинают рассуждать на теме слива, предательства, пораженчества. Мы не должны допускать им мысли в эту сторону. Мы должны формулировать и прошить себя идеологией победы. Победы над тем злом, которое сегодня вооружилось против нас, над той идеологией нацизма, которую 23 года, как в инкубаторе, взращивали, взращивали и в итоге взрастили. И сегодня органичная часть русского народа воюет против своих братьев, против нас. Мы все склоняемся к тому, что к любой форме борьбы, будь то политической, если воля ее судьбы нас занесет в Украину назад, будет ли это фаза военная, наш народ готов на длительное волевое усилие по достижению своих целей. Цель – это победа. Она, естественно, имеет разную трактовку в политическом случае. Победа – это одно, в военном случае победа – это другое. Но и в том, и в другом случае мы настроены на достижение своей цели. Мы настроены на победу. Никакого пораженчества, никаких белых книг, только документирование преступлений для будущего трибунала над фашистами. Мы говорим о победе как о восстановлении единого русского, общерусского цивилизационного пространства, придания ему территориальной целостности в какой-то из форм. В форме Евразийского лесоюза, Таможенного союза, либо это вообще сращение в одно русское государство. Эта история дальнейшая, она покажет, как пройдет этот процесс собирания русских земель. Но в Крыму он начался, здесь, на Донбассе, он продолжается. И я уверен, что этот процесс, он имеет естественный свой исторический ход и завершится в итоге победой. Основные тезисы, которые выдвигались на съезде. Антифашистская борьба в Новороссии – это продолжение борьбы советского народа с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. А США – главный покровитель и спонсор нацизма и фашизма в Европе. Сегодня я на антифашистском съезде в Донецке, в Новороссии. Я был очень поражен таким количеством присутствующих людей, которые выступают против фашистского режима. Мы рассмотрели конфликт с различных сторон. Это хороший старт для того, чтобы мы могли продолжать наши встречи и дискуссии. Главным координатором третьего съезда антифашистов, как и двух предыдущих, была Любовь Корсакова. Организаторами съезда выступили антифашистский комитет, общественное движение свободы Донбасс, национально-освободительное движение ДНР, народное ополчение Донбасса и многие другие. Информация была неповерхностная. Информация шла из глубины, от самого сердца, от души. Это очень прочувствованные, очень выверенные слова от Зака Новака, от ополченца Техаса о том, что действительно в Америке сейчас фашизм и что они приехали сюда бороться с ним. Они понимают, что здесь центр этой борьбы. То есть вот услышать это непосредственно от уроженцев Соединенных Штатов Америки. То есть те люди, которые выступают не против Америки, но против фашизма в Америке, фашизма в Вашингтоне. Они понимают, что борьба начинается здесь, а в дальнейшем она уже обретает мировой характер. И только победив фашизм здесь, они смогут в дальнейшем победить фашизм в Вашингтоне. На конференции была принята резолюция обращения к лидерам европейских государств, к организациям ООН и ЮНЕСКО, в которой участники съезда выразили свое мнение относительно событий, происходящих сейчас в Украине и Европе. В частности, они призвали членов Нормандской четверки обязать киевские власти немедленно прекратить террор, взять под контроль незаконные вооруженные нацсформирования и объективно расследовать все факты преступлений уничтожения украинскими военными собственного народа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok